Всем привет, ребят! Доброго дня! Пока у нас льют дожди, давайте сделаем обзор, рассмотрим и познакомимся с ножами, которые буквально только на днях прибыли ко мне из Татинского Улуса Якутии. Ножи в исполнении мастера Данилова Яков Павловича, мастерская Hattan Knives. Яков Павловичу огромное спасибо, подарил мне поистине положительные эмоции. Ссылкой контакт мастерской для интересующихся людей будет как всегда в описании к этому видео. Вот однозначно рекомендую зайти. Коробку я уже вскрывал, ножи доставал и даже успел ими немного поработать. Сейчас все почти как было при получении. Вот тесенку снял. Достойная упаковка, смело можно рассматривать как подарок, презентабельный внешний вид, логотип мастерской. Давайте открывать. На обратной стороне крышки контактные данные, это правильно и конечно сами ножи. Красавцы, очень ждал этой посылки и не зря. Тут два ножа, уложенные они на медвежью шкуру. Сейчас покажу ближе. Достаем ножи. Да, ребят, это самая настоящая шкура медведя. Вот так вот. Классно. Сертификаты, логотип, наклейка. С маркетингом полный порядок. Это уровень. С упаковкой думаю все ясно. Разобрались? Давайте рассматривать ножи. Что кроме погоды сподвигло меня снять этот обзор? Мне бы хотелось в данном случае сначала изучить ножи, поговорить о ТТХ, материалах, а потом уже полностью сосредоточиться на работе, на сравнении, на тестах. Тут есть что посравнивать. Об этом сегодня и поговорим. Ножи, точнее рукояти при получении были обернуты еще в пленку. Уже снял. Оба ножа сидят в кожаных ножнах, по типу они одинаковые. Мягкие петли свободного подвеса. В первом случае ножны темно-коричневого цвета, петля светлая. Вторые целиком черные. Все подыгрывает цветам рукояти. Обратите внимание, в обоих ножнах отсутствует отверстие для вывода влаги. Некоторым это может быть важно. Если это так, в принципе сделать не проблема. Извлекаем нож. Отличная формовка. Кожа плотная. Внутри вставка из дерева, стакан, начиная вот с этого места. Нож в ножнах не болтается вообще никак. Я проверял на том и на другом ноже. Полное совпадение контуров. Идеально. И там и там логотип. На мой вкус, конечно, коричневые ножны смотрятся гораздо благороднее. Двойная нить. Интересное решение с выборкой под строчку. Все сделано красиво и на совесть. Теперь сравним два ножа, а заодно пробежимся по ТТХ. Пока я буду рассказывать, у вас есть хорошая возможность разглядывать этих красавцев. Значит, общая длина ножей практически одинаковая. 248 миллиметров, 250 миллиметров. Клинок. Мерил по обуху. 118 миллиметров, 120 миллиметров. Ширина клинка 22 миллиметра, 24 миллиметра. Обух и там и там четверка. Различия очень незначительные. Как вы видите, буквально в пару миллиметров по всем показателям, кроме обуха. Рукоять и там и там. Это корень березового капа. Настоящая классика якутского ножа. Идет с пропиткой. В случае с темной рукоятью это обработка капа под ибеновое дерево. И там и там. Больстер из рога, есть проставка. Все грамотно. И теперь мы плавно переходим к различиям. Начнем с формы рукояти. Светлая рукоять шире по плоскости и имеет более выраженный конус расширения к тыльнику. Это не все. Рукояти также имеют разное сечение. Давайте возьмем вот такой ракурс. По-моему, все отчетливо видно. У светлой рукояти скругленный тыльник и каплевидная форма навершия. У темной рукояти больше граней и форма ближе к эллипсу. Зачем это нужно и почему так? Дело в том, что светлый нож, давайте назовем его так для удобства, выполнен из стали 65Г. Сталь относится к рессорно-пружинной группе, имеет высокую эластичность, вязкость. И в сочетании вот с такой широкой каплевидной рукоятью и кованым долом, этот нож превращается в нож для выполнения более грубой работы, в том числе для тяжелой работы на морозе. Сталь не будет крошиться, кованый дол добавит прочности, а рукоять будет удобно держать в перчатке или рукавице. Сразу скажу, что по объему рукоять светлого ножа находится в зоне максимально допустимого под мою руку. Нижняя грань капли при очень сильном сжатии чувствуется пальцами и здесь нет никакой ошибки. Оба ножа сделаны конкретно под мою ладонь. Я отправлял мастеру все соответствующие замеры. Ширина ладони, длина пальцев. Яков Павлович сразу предупредил меня, что это будет такой зимний нож. Я уже попробовал подержать нож в перчатке, даже успел построгать. Все совершенно верно. Управлять таким ножом за счет широкой плоскости в рукавице становится гораздо проще. Теперь темный нож. Тут идеальное удержание, голой рукой, любыми хватами, невероятно прикладистый, ловкий нож, легкий, любые маневры. Клинок этого ножа выполнен из стали Х12МФ и долг тут уже шлифованный. Этот нож имеет более агрессивный сухой рез, во многом и по причине выбранной стали, конечно. Для средней полосы России, с учетом особенностей климата, я думаю, этот нож подойдет для круглогодичного использования. Очень мне понравился. Пришелся к руке, как говорят. На этом различия не заканчиваются. Оба ножа имеют легкий дроп к носику. Это удобно при разделочных работах. Оба ножа имеют одностороннюю направленность. Со стороны долг клинок плоский. Это присуще всем якутам. Теперь переворачиваем. Вот они где отличия. Смотрите. Х12МФ. Темный нож с обратной стороны имеет прямой спуск от обуха и сведение в ноль. Светлый нож из 65Г имеет дикую часть голомени, следы ковки. Мне это всегда очень нравилось. И линзу. Она совсем легкая, но это линза. Сведение также в ноль. Различия достаточно принципиальные. Позже обязательно все проверим в работе. Давайте взвесим ножи. Начнем с темного. 100 грамм. Вы представляете, вес полноценного ножа 100 грамм. По-моему, великолепно. Теперь светлый нож. 114 грамм. Да, разница есть. Она, казалось бы, незначительная. Но по ощущениям в руке темный нож воспринимается более приемистым. Тут, видимо, многое решает рукоять. Из этих двух ножей, согласитесь, каждый красив по-своему. В одном больше дикости и, наверное, более традиционный внешний вид. Грубый металл, кованый долл, узор березового капа. Прям для души. Второй великолепен в руке. Сталь порядком выше. Рез суше. Прямой спуск однозначно предпочтительнее по большей части продуктов. Да и не отнять. Нож просто загляденье. Тут главное ощущение в руке. Фантастика. У меня будет время прочувствовать эти ножи. Сейчас мы возьмем тайм-аут. Дальше обязательно запишем тест и поработаем. Не пропустите выпуск. Я думаю, получится интересно. Самый простой способ это сделать, это, конечно, подписаться на канал. Значок вам в помощь. Если видео пригодилось, пожалуйста, поддержите. Нам это всегда приятно. И обязательно делитесь своими мыслями, опытом владения и, конечно, использованием якутского ножа. Всем спасибо за просмотр. Канал Форестер. До новых встреч. Пока-пока.